Ярославский районный суд рассматривает дело организованной группы, которая по версии следствия занималась угонами дорогих иномарок. Сегодня перед Фемидой предстал один из предполагаемых участников криминального сообщества. Мужчина вину не отрицает. Его роль заключалась в том, что он следовал за владельцем автомобиля с этой аппаратурой, которая находилась у него в сумке, и аппаратура блокировала брелок водителя, чтобы он не подавал ему сигнал. Подозреваемых задержали в апреле этого года. Операция проходила с привлечением бойцов спецназа областной полиции. У задержанных изъяли оборудование, которое блокировало противоугонное устройство автомобиля. По некоторым данным, такая электроника стоит около 3,5 миллионов рублей. В данную организованную группу входило 5 человек, состояло из 5 членов. То есть туда входили жители Ярославской области, жители города Санкт-Петербург, а также жители республики Татарстан. По материалам следствия, группа работала у крупных торговых центров. Обращали внимание в основном на Тойоты и Лексусы. Роли между участниками были четко распределены. По версии следствия, обвиняемые угнали три дорогих иномарки, еще две угнать не получилось. Элитные машины некоторое время находились в отстойниках, затем их должны были продать. Всем фигурантам уголовного дела, первым участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения в совершении 5 эпизодов хищения автотранспорта. Затем в отношении двоих фигурантов уголовного дела были выделены отдельные производства. В начале сегодняшнего судебного процесса 36-летний житель Нижнекамска вдруг вспомнил про закон. Подсудимый посчитал присутствие съемочной группы, нарушая его права и долго упрашивал удалить журналистов. Мужчина не хотел, чтобы его малолетний сын увидел репортаж по телевизору. Судья просьбу посчитала обоснованной. К слову, еще один участник группы уже осужден на 5 лет. Георгий Колчин, Дмитрий Жданюк. Оперативное обещание.